Всем привет! И в этом ролике я хочу одновременно ответить на многие ваши вопросы и помочь тем, кто еще не особо разбирается в предметах в ТФ2 или как минимум хочет узнать о них чуть больше. Сегодня не будет особо редких и ценных предметов, не будет ярких и крутых эффектов. Сегодня я расскажу вам о том, о чем вы могли даже не догадываться. Судя по ценам, за которые люди сливают подобные вещи, некоторые действительно услышат об этом сейчас в первый раз. Ну а для начала покажу вам пруфы того, что я поместил на превью, чтобы вы сразу поняли, что это не кликбейт. Вот цена обычного шахтерского фонаря, а вот за сколько я продал такой, но с небольшой особенностью, о которой вы узнаете по ходу ролика. А вот теперь можем начинать. Буду перечислять то, что прибавит в цене вашего предмета ключей или рефов по увеличению незаметности. Другими словами, начну с самых заметных фишек на предметах и закончу практически незаметными мелочами. Первая и наверное самой заметной фишка, которая может прибавить в цене шапки до десятка другого ключей, это ее серийность. Подробнее об этом я рассказал в своем ролике багнутый бонг, с которым вы можете ознакомиться справа вверху, а пока что в двух словах. Одно очень недолгое время из мвм выпадали багнутые наборы серийности без спецификации, то есть применить их можно было на абсолютно все. И если у вашей шапки есть приписка особо опасного или профессионального убийцы, то ее стоимость начинается как минимум от десяти ключей. Хоть блеск и не отображается ни на каких шапках, кроме бонг шлема, все равно это очень круто и интересно иметь такой сравнительно багнутый предмет. Следующее, что может прибавить в цене предмета от ключа до нескольких сотен ключей, это номер крафта. Если предмет был скрафчен в пределах первой сотни включительно, то он будет иметь после своего названия приписку со своим уникальным номером. Зачастую на неинтересных шапках и некрасивых номерах типа 78, 36 и прочих, это прибавляет стоимости шапки около ключа, с небольшим, а стоимость оружия ключей 5-7. При наличии же красивого номера типа 42, 69, 100, цена предмета может улетать вплоть до десятка ключей, в случае с шапками и около 30-50 с пушками. Ну а про первый номер вообще молчу, там вы сами устанавливаете цену для предмета и его все равно рано или поздно купят. Естественно все зависит от предмета и его номера, тут главное в принципе понять, что ваш предмет с номером крафта стоит дороже, чем обычный и случайно не продать его за его основную цену, не добавив ни ключа. Далее у нас идет подпись игроком. Подпись игроком это когда в описании предмета есть упоминание о том, что этот предмет был подарен таким-то таким-то. И да, хоть это не в тему, но я приоткрою завесу тайны. На годовщину своего канала и 10 тысяч подписчиков, я надеюсь эти события вместе совпадут, я разыграю своих карманных путисов. Я подпишу их и разыграю среди подписчиков, то есть я надеюсь, что это будет лучше, чем какой-то там Анжик пресловутый, как все делают, тем более с нынешней ситуацией это будет гораздо круче. Как вы думаете об этом? Напишите в комментариях. Так вот, это может быть профессиональный киберспортсмен, либо же просто знаменитый в ТФ2 кругах человек. Это не добавит очень много ключей к стоимости предмета, но несколько десятков рефов сколотить на этом точно можно. Насколько я знаю, самыми дорогими подписанными предметами являются вещи от одного из создателей ТФ2, Робина Уолкера, недавно увидел одну такую на продаже за 5 тысяч ключей. Хочется конечно верить, что купили ее за более дешевую сумму, но факт остается фактом. Как правило, обычный рядовой трейдер не будет переплачивать вам за то, что предмет был кем-то подписан, а вот коллекционер или там киберкотлета, еще не разбирающийся в ценах, может отдать за такой предмет куда больше. Это сейчас не оскорбление, просто я, ну так, специфически отношусь к киберспортсменам, ну вы понимаете. Далее у нас идет Loanertag или же временный предмет. Это заметка после описания предмета, чаще всего скина о том, что это временный предмет, непродаваемый и непередаваемый, каким по сути он не является. Может прибавить вещи от ключа до десятка кейф в зависимости от самой вещи. Известно, что вы подали такие предметы вроде как только из кейсов и в довольно большом количестве, так что вряд ли это прибавит прям очень много ключей вашей вещи. Но приведу пример, я как-то раз купил обрез шокирующая вещь с таким тегом за три ключа и потом перепродал его за пять, но продавал я его где-то месяц, так что это не особо выгодно заниматься подобными покупками, а потом продажами. Следующий совет, обращайте внимание на обводку вашего предмета. Иногда вы можете просто не заметить, что он неперековываемый или, например, имеет два качества одновременно, о втором поговорим в другой раз, а пока что о первом. Казалось бы, ну и что с того, что предмет нельзя сковать? Как это вообще повлияет на его стоимость? Вот так. 32 кея за пунктирную обводку не хочешь? То же самое и с некоторыми другими шапками. Естественно, за такие суммы они продаются просто ужасно, если вообще продаются, однако, просто знайте. Далее идут различные баги с красками, о которых я, возможно, расскажу чуть подробнее в одном из своих следующих роликов, но пока вкратце накину. Предмет может иметь краску, но не будет надписи об этом в описании, либо же предмет может иметь краску только за одну из сторон, красную или синюю, это также отображается в инвентаре. Так, пятно краски становится не красно-синим, а половинчатым и только синим. И на самом деле, я даже не догадываюсь, сколько подобное может стоить. Лично пару раз продавал предмет как в первом случае с наценкой в ключ, насчет второго, если честно, не знаю. Но я бы переплатил, может быть, ключа 3-4 за такой интересный предмет, особенно учитывая, что таких у меня еще никогда не было, но стоят они, скорее всего, куда дороже. Ну и, наверное, самая жесткая фишка из нашего ролика, на которую действительно обращают внимание лишь немногие, это уровень предмета. Тут все работает почти так же, как и в случае с ковкой. 42, 69, 99, 100, это, конечно, красивые уровни, но в большинстве случаев они не добавляют предмету и рефа. А вот у винтажных предметов существует нулевой уровень. Таких предметов очень мало и достаточно сравнительно трудно, а если найти коллекционера таких, то считайте, что вы окупились. Я с того трейда из начала ролика окупился ровно в 21 раз, ведь брал я его за сотку, а в итоге продал за 14 ключей, что прям очень хорошо и приятно. Но, по сути, нулевые уровни, как и большинство фишек у предметов из этого ролика, практически незаметны в игре и не добавляют никаких эффектов предмета, на котором они нанесены. Это всего лишь цифры, либо небольшой баг, вызвавшие некоторые отклонения в схеме предмета. И, пожалуй, на этом на сегодня все. Спасибо моему админу NoMoodNoFriend за помощь в подготовке этого ролика, благодарю всех донатящих. Ну и всем-всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, вступайте в группу в стиме и вконтакте, залетайте в дискорд, всем удачи и до связи! Ах, какую это распасхалочку в конец вставить? Эмм... Да пусть сойдет.